Сейчас мы живем с вами в такой период времени, когда люди напряжены, и разные политические ситуации, которые освещаются в средствах массовой информации, приводят к дестабилизации не только христиан, но и всего мира, по крайней мере, европейской его части. Но пока было прославление, Максим говорил, и я размышлял о том, что есть, знаете, общее, что-то главное, конечное, а есть фрагментарное. То есть есть фрагменты в жизни, есть локальные вспышки какие-то, и они не всегда будут хорошие, они могут быть плохие. Это может быть окончание школы, но вместе с этим может быть первый срок в тюрьме. Может быть это свадьба, но может быть разы. Может быть рождение ребенка, а может быть смерть близкого человека. То есть жизнь, вообще жизнь, она испищрена вот из таких событий. Может быть это будет мировая война, которая была, допустим, в прошлом веке. Две были мировые войны. Есть люди, которые прошли войну, остались живы. Есть локальные войны. Всего за историю человеческого рода люди не воевали в общей сложности 300 лет. Всего. За всю историю человеческого рода люди не воевали в общей сложности 300 лет. Поэтому в каждом поколении есть какие-то отголоски войны, отголоски боевых действий. Кого-то они касаются более, так скажем, блин, реально более ближе. Где-то кого-то по касательной, вот, как со фронтовой части. Но, если бы разбираться в истории, вчера мы и с Игорем хорошее время провели. Сегодня он будет тоже сружить нам. Вот, и он вчера мне открыл глаза на многое. Вот, обычно, ввиду своей деятельности, я кому-то открываю. Но, я буду говорить сегодня об этом, что, если есть, я согласен учиться у ученика, если у него есть чему поучиться. Вот. И я готов учить учителей, если они готовы учиться. Вот. Поэтому я тоже готов всегда быть гибким, открытым. Это является одним из хороших признаков того, что человек будет постоянно обогащаться. И он будет готов к тому, чтобы принять новое, осмысливать, зиму, знать знамения времен. Вот. И, возвращаясь к своей мысли, я хочу сказать, что разные есть события, но они являются частностями. В принципе, как бы, они могут радикально менять, радикально менять мир, время, вот, но они не меняют Божьих замысел. Есть такое понятие, как провиденция или промысел. То есть, промыслительное Божье участие в его творении. То есть, Бог все равно все держит под контролем. Ничего не выходило. Никто не то, что проснулся, и вдруг что-то произошло. Ни в Эдеме, ни в Потопе, ни в Исходе, ни в событиях Первого века. Нету случайностей, но есть определенная доля и закономерности, и определенная доля человеческих свобод, в которых человек может заявить о себе, либо как кто? Либо как человек, который Богу послушен, либо как человек, который Богу противен. Поэтому Бог, он творец истории, творец истории. Бог держит свою руку над этим миром. Он в этот мир пришел. Он пришел его спасти, он доведет начатое до конца. И разные будут события в жизни, которые будут мешать, отвлекать, ссорить, тревожить, расстраивать, раздражать людей, сбивать с пути. Все для того, чтобы человек упустил в своей жизни главное. В смысле? Знаете, зачем? Для чего? И как? Мы живем, как верующие люди. Поэтому я с удовольствием принял приглашение на конференцию. Максим позвонил мне. Единственное, что было в напряжении, у меня жена сломала ногу. Тоже вот такая локальная проблема. Есть более глобальная. Локальная, семейная. Большая трагедия маленького человека. Эта трагедия большого это не назвать, но тем не менее. Все равно это дестабилизировало несколько нас. Так как у нас еще и сын маленький, то поэтому разные возникли трудности. Но тоже Бог как-то дал устройство в виде тещи, которая приехала. И разделило это бремя, и меня как бы высовывало. И я ей вот ставил С-2-3 славу здесь. Поэтому состоится все, что Господь, все задуманное Господом, оно состоится. Поэтому я с удовольствием принял приглашение, так как тем более это не является официальным моим визитом. Визитом, ну, это не касается моей деятельности в институте, в котором я преподаватель. Вот, выполняю такую основную свою деятельность как христианин, как верующий человек. Вот, и служу в рамках Российской Церкви. Служу, как Петр скажет, тем даром, который я получил. Не своим каким-то, скажем, там, образованием, или не своими навыками. Служу тем даром, который Бог дал для Церкви. Вот, поэтому есть у меня официальное, как-то вот более, вот такое, скажем, расписание. А есть вот такие, редко они бывают в моей жизни, но я очень радуюсь, вот, действительно, что я могу выходные провести вместе с вами. Для меня это тоже хорошее время. Ну, и ободриться, мы с Борисом говорили до этого, что тоже я слушаю, внимаю, вот, и получаю. То есть, с одной стороны, приехал поделиться, с другой стороны, приехал пообщаться, получить, ободриться, и, так скажем, продолжить дальнейший свой путь. Тем более, если вот такая ситуация у нас в мире, то нам всем необходимо ободрение ежедневно. Мы должны друг друга ободрять, мы должны друг друга вдохновлять, мы не должны дестабилизировать, знаете, вот, посмотрел, почитал что-то, все. Ну, раз, там, ну, последняя новость, там, с Берии можно снять только 3 300, не больше. Сбегал? Я сбегал с утра, снял 15, вот, сразу же понял, что, короче, получил, открою, это все, ну, короче, все это новое. Ну, продырять это, вот, надо, как бы, и, ну, много, знаете, есть то, что, потом мне жена звонит и говорит, то, что приходит в нашу жизнь и приводит в панику, это не от Бога, вот, поэтому, он говорит, вот, ты услышал, пошел, а, в общем-то, как бы мог и не ходить, да кто его знал, как бы, но если паника приходит, страх приходит, это не от Бога, потому что приходит мир с Богом, Бог есть мир, Бог мира, порядка и устройство, вот, поэтому, я не к тому, что, там, я не буду ориентировать, там, за какие-то действия, знаете, сейчас, кто его знает, сам в этом особенно не ориентируюсь, просто привожу примеры из личной жизни, вот, вот, когда мы можем поступать согласно своим убеждениям, если они есть, если они здравые, трезвые, адекватные, если они в Боге, то это будут Божьи, тогда поступки, если нет, тогда мы будем, вот, метаться из чата в чат, с сайта на сайт, собирать это все, вот, потом это все будет приводить к состоянию, вообще, совершенно, в таком, отрешенности, вот, потерянности, и люди будут не знать, что делать, хотя, в принципе, в Библии написано все, что нужно делать, и вот мы будем говорить с вами, что действительно должны делать люди, несмотря на все те трудности, которые будут возникать, вот, что мы должны с вами делать, есть текст, который будет для нас являться ключевым, эти два слова звучит в названии конференции нашей, это текст, содержится в Евангелии от Матфея, в конце 28 главы, верующие называют этот текст, отрывок, это великое поручение, великое поручение, вот, в котором есть определенные, есть определенные генеративы, вот, слова Христа, которые определяют вектор жизни человека, уверовавшего в него, то есть эти слова, они определяют вектор жизни, куда я двигаюсь, с кем я двигаюсь, зачем я двигаюсь, и мы прочитаем с вами, будет он как бы вводить, да, мы прочитаем с вами эти слова, вот, ну, можем начать с 18 стиха, и приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, вот, вот отсюда лучше вообще начинать этот отрывок, почему, потому что вся власть, она предотвежит Богу, вот так, то есть для того, чтобы нам исполнить свое предназначение, нам нужно иметь в своей жизни властные структуры, есть такое понятие в русском языке «без царя в голове», вот, люди безголовые, паника – это состояние безголового, вот, есть власть, и власть, она вся сосредоточена в него, есть власть, которую делегирует Бог государству, государство – это всегда слуга, запомните это, невеста со слугой не должна заигрывать, это глупо, если мы церковь, то мы невеста, и все вот эти вот шашни со слугой, они все доводят до событий, которых очень много было в истории нехороших, вот, когда церковь переставала быть невестой, то остановилась сожительницей слуги, ну, вот так, обмерщение, стекуляризация по-научному. Так вот, мы не, мы не заигрываемся слугой, мы находимся под той властью, которая над нами, и утверждает об этом сам, что ему дана всякая власть уже как Бога-человеку, которого мы исповедуем, который актуализируется в нашей жизни Духом Святым, и мы переживаем его в каждом дне благодаря Духу Святому, мы переживаем власть Бога благодаря Духу Святому в своей жизни, вся Троица задействована в этом процессе, то есть мы находимся в этих отношениях, которые были всегда между ними, и мы помещены в них, и всякая власть на небе, на земле, то есть повсюду, что бы ни происходило, вся власть на Него. Если мы под Богом, то это первично. Если мы не под Богом, то мы под кем мы под? Крыш разные есть, виды крыши, да, черепица, там черепица, там разная, да, есть государство, ну там как бы вот эти все структуры, да, которые сейчас принято как бы там называть, ну вот, но мы это не наша крыша, вот, ни Запад, ни другие там разные, вот эти вот не наша крыша, вот наша крыша вот написана тут, да, вот на небе и на земле всякая власть. Да, да. И дальше он подводит как бы итог того, что он говорил до этого. Он говорит, итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Стих, эти слова знают наизусть. Наизусть. Вот люди, которые немного только находятся в церкви, соприкоснулись с Библией, с Евангелием, все, это уже для них что-то знакомое. Вот. Но так как я являюсь преподавателем, значит, я должен что-то извлечь, да, ну, такое из этого текста, что, ну, может быть, там, скажем, большинство не слышало. Вот. Такая вот задача, знаете, у меня. Вот. То есть я обычно преподаю, и люди приходят учиться, в основном это служители, пасторы, епископы. То есть они сами учат, вот, у себя. Вот. И потом они приходят учиться. То есть моя задача учить их. Вот. А значит, я должен продемонстрировать и извлечь то, что, вот, они там за годы этого всего своего служения не видели. Ну, вот, и некоторые моменты я вам открою, не скажу, что это какая-то тайна. На самом деле это все на поверхности лежит. Вот. Вот. Наш Бог есть Слово. Слово, которое стало плотью. Вот. И Слово, которое было записано. Вот так. Есть Слово записанное, есть Слово воплощенное. Сейчас мы имеем дело со Словом записанным для того, чтобы встретиться со Словом воплощенное. То есть происходит вот такой процесс встречи. Мы используем это откровение сейчас в Священном Писании. Вот. Был использован для того, чтобы нам передать это откровение определенный язык, определенные люди, то есть это есть определенная система, вот, связанная языковая система. То есть Бог не просто так бы там, ну, что там, Бога просто так ничего не бывает, поэтому это были определенные условия, вот. И ввиду того, что мы работаем уже и принимаем откровения через переводы, то у нас складывается стереотипное представление. Стереотип. Стереотип, который будет связан со словами, которые звучат нам на нашем родном языке. Вот так же написано. И за последние сто лет в нашем евангельском братстве принято синодальный перевод, принято возводить в рамках какого-то непогрешимого источника. Вот так. То есть только он. Он является чем-то сакрализацией такая своеобразная. Потом говорят, а есть разные другие переводы, как там написано. Человек не знает, может быть, о них. Можно использовать их также, применять. Но мы имеем дело вот с синодальным переводом. Мы его прочитали. Вот. Перевод хороший. В нем есть два основных повелительных глагола. Ну, вот, можете в тексте смотреть, вам на экраны, да? Написано. Идите и научите. Два повелительных глагола. Я немножко коснусь вот синтаксиса, грамматики. То есть для тех, кто в шкуре не помнит это, в принципе, как бы это сейчас... Можете сильно не заострять внимания, просто посмотрите на два слова. Идите и научите. То есть есть повеление. Повеление, которое было связано, первое, с движением. Правильно? И долгие годы люди, рождаясь свыше, принимая Христа, вот, воспринимали вот эту, скажем, фразу, воспринимали как к призывам к действию. Как к призывам к действию. В результате главным, определенным фактором здесь было движение. Действительно, христианство это движение. Движение жизни. Если ты не двигаешься, ты не живешь. Все живое, оно двигается. Если ты стоишь на месте, ты статуя. Если ты двигаешься, ты можешь быть живой статуей. Но если ты двигаешься в Боге, то ты уже можешь претендовать на то, что ты человек. Итак, движение. Христианство это действительно движение. И в каждом движении есть и направление, и скорость, и расстояние, и попутчики. Много можно об этом говорить. Самое главное, что действительно нельзя оставаться на том уровне, на том месте, в тех рамках, в которых даже ты получил откровение. То есть, если ты не находишься в состоянии, мы скажем, роста, развития, прогрессии, то это регресс. Это откат назад, это застой, это проблема, это задержка психического развития у ребенка и у взрослого, когда она будет фронической. Итак, движение. Действительно ли так? Он же говорит, что идите, и вот мы идем. И вот как бы мы идем, и по пути что-то делаем. Но мы идем. А куда вы идете? Куда вы идете, люди? Вопрос хочется задать. Знаете, что отвечают в основном? В Царство Божие. Люди идут. То есть, люди идут, по сути, туда, не знаю куда. Затем не знаем, что. То есть, получается, какие-то размытые горизонты. Двигаемся к линии горизонта. К счастью. Царство Божие, вот оно. Ну, что где? Вот оно. Внутри вас есть. Кто-то говорит. Может быть, оно где? Ну, там. Здесь, если вы скажете, оно не там, не там. Вот. Оно где-то все-таки сосредоточено локально. Сосредоточено там, где Бог дает о себе знать. Действительно, нужно двигаться. И это немаловажное условие. Христианство называли всегда путем. Это путь. Христианство – это путь. Иисус говорит о себе. Я – путь. Тебе нужно двигаться по этому пути. Двигайся. Двигайся. Постоянно двигайся. Двигаться можно по горизонтали. Двигаться можно по вертикали. Вот. Разного движения есть. Но в Боге. Можно перемещаться по территориям. Можно перемещаться. Используя этот лифт духовный. Подниматься. Да. Вот. И славы. В славу. Как от Господня Духа. Переходя с одного уровня. С одной ступеньки. На другую. Если есть этот переход. Классно. Ты пользуешься этим лифтом. Ты поднимаешься. Если нет. То остановился там, где когда-то, может быть, с Богом ты и встретился. Но Бог-то двигается. Бог сам есть движение. Бог сам сказал о себе в Исходе, в третьей главе. Когда Он произнес свое имя Моисея, Он использовал два глагола. Вы детей глаголами не называете. Ребенку вы даете имя существительное. Имя, которое является грамматической категорией, это имя существительное. Правильно? А Он использует два глагола. Вот так. То есть Он говорит Моисея. Ты хочешь знать, как мое имя? Я могу тебе сказать. Ты поймешь ли это? Сложно нам понять, когда нам говорят, мое имя это. И вот Он там написан у нас. Я Есим. Но перевод, опять-таки, тоже такой достаточно авторский. А Он скажет там, используя два глагола в иврите, которые означают бытийство. То есть, вот Он, ну, бытийствует. Бытийствует. Быть. Глагол быть в русском языке. И глагол быть, это, получается, уже с отправкой в будущее. Есть-есть. Есть-есть сегодня. Вот. То есть, Он как бы говорит Я и тот, который я. Я буду тем, который я есть. Ну, его не сложно перевести. Обыграть его сложно. Вот это имя. Но два глагола, видите? То есть, движение. Глаголы, они говорят о том, что мы двигаемся. Ну, что-то происходит. Что-то происходит. Хорошо. Итак, если просто останавливаться вот только на этом, только на этом первом слове, то мы, получается, будем подобно Тимуровцам, вот, если вы помните, да, из Тройки. Да. Ну, будем бегать, помогать. Вот это будет все напоминать Собес, благотворительный фонд. Сот работников гоняют. Иногда смотришь на пастора, и вот он напоминает соцработника. Вот он бегает, и купить что-то ему надо. Носки, трусы ребятам в центре, покрушит, он гоняет по всему городу, работу устраивает, как пожарник. Вот, он в движении находится. Ему хочется остановиться. Очень. Мне один мой знакомый звонил с родиной, вот товарищ, он тоже пастором служит, он мне. Хочется остановиться и начать подниматься вверх. А тебя приземляют, и ты гоняешь вот по этим, по всем вот нам структурам, конторам, и решаешь все минутные проблемы. Движение, но движение уже приводящее к суете. Хорошо. И второй глагол, это научите. У нас написано. Идите, и научите. То есть перейдешь, и ты что делаешь? Ты учишь, да? Ты идешь, и ты учишь. Проблема получается в том, что сначала мы двигаемся, потом мы учим. То есть учение происходит вторично, по ходу дела. Моя жена не любит, когда я с ней общаюсь, по ходу дела. То есть я, бывает, я раз там прибегу домой после работы, я там что-нибудь делаю, а мне надо уже сейчас, ну, будет, надо уже там, и собираться все. Я там ей что-нибудь там рассказываю, и все. И это очень не нравится ей. И хочется, чтобы я сел и детально рассказал о событиях этого дня. Были вечера. Ну, то есть какое-то вот общение, глаза в глаза, да, вот, такое близкое. И, наверное, не только женщинам, но женщинам в основном. Всем хочется вот такого общения. То есть по ходу дела, это значит, ну, там, будет время, я заеду. Все, по ходу, да, заскочил. Не получилось. То есть по ходу я мог бы, знаете, там, прибежать, вот, что-то там наговорить и убежать. Вот так. А я двигаюсь. У меня время, у меня расписание, и вот я бегу, бегу, бегу. И в результате я смотрю, что я оставляю за собою такие следы, которые очень быстро смываются. Они проходят, как снежный след. Чуть-чуть потеплело, и он прошел. Нет. То есть я оставляю в жизни людей такие, ну, скажем, следы, которые не влияют на их изменения. Это по касателям работа. Работа неглубокая. Работа поверхностная. С учетом нашей действительности сегодня, а мы живем во время, в котором люди воспринимают все очень быстро, очень повышенная возбудимость, гипервозбудимость, не только у детей, но и у людей. И поэтому фастфуд быстро схватить, вот, кофе налить, кинуть, растворить, все, выпил, все, побежал, все, пообщался. И это все по ходу. И получается следующее, что я куда-то иду и по ходу учу. У меня сыну два с половиной года. У него есть несколько слов, которыми он пользуется. В результате пришли к выводу, что надо его учить говорить. Обычно, когда думаешь, что-то говорит сам. Что-то не говорит. Его понимаешь, ему хочется сказать. И ты же разговариваешь с ним, то есть это все по ходу. Пришел к заключению тому, что с ним надо учиться говорить. А для этого с ним нужно заниматься. То есть мне нужно дополнением к тому, что я делаю, доп, знаете, взять, логопеда еще. Поэтому последний, там я смотрю сейчас ролики с логопедами, с нейропсихологами. Вот, то есть мне нужно загнать это в себя. Мне нужно это внутри провернуть, им надо выдать с ним. А для этого мне нужно время. То есть надо заниматься с ним. Потому что я занимаюсь с кем-то вне дома, а дома я не занимаюсь по ходу. В результате у меня сын, который не разговаривает. Вот так. И это последняя вот моя жизненная ситуация. Стоит в телефоне умеет. Очень умеет, да. Он сейчас все умеет ловко делать, но высказать не может. Поэтому вот сейчас вот занимаемся. Начали. Вот, я так себя тоже в этом и обречаю, настраиваю. То есть нельзя по ходу дела получить результат. Будь какой, ты будешь платить деньги кому-то, кто будет им заниматься. Я сходил на диагностику глагопеда, 3000 рублей заплатил за 40 минут. Я подумал, что то, что она с ним делала за 3000 рублей в неделю. Я буду делать. То есть мне вот, ну, будут, я скажу, хорошо, я подготовлюсь к каждому занятию. Я проведу его. Вот так. Сейчас есть эта информация вся. В принципе, вот, я думаю, ну, обладая определенным даром, обладая определенными способностями, глупо их не использовать дома. Вот так. Не знаю, что из этого получится, но пока вот на этом этапе нахожусь. По крайней мере, переключается, настраиваю себя. Итак, мысль какая была, что нельзя учить людей по ходу дела. Нельзя, вот, воспринимая это поручение, нельзя относиться ко второму через первое. Ко второму. Включение. Первое первично. Идите, мы идем, мы двигаемся как можно быстрее. Как можно больше расстояния в жизни мне нужно преодолеть. Как можно больше церквей объездить. Как можно больше служений провести. Как можно больше людей людям рассказать, люди говорят, да, вот, рассказать. А второе уже, ну, там, ну, читай, на, Библию дадут, иди читай и молись. Книжку какую-нибудь, ссылку могут скинуть сейчас, да, даже не читаю, ссылку я тебе скину, ты посмотришь. Тогда же читать тебе не надо. Все картинки покажут. Как, что и почему. Но, и тут мы подходим с вами к ключевой мысли, которую я вас подвожу. Но если разобраться в этом более детально и посмотреть на то, как произносятся эти слова в оригинале, то есть, когда их записывает Матфей, потому что произносили это они на арамейском. Да, он не на греческом говорил. До нас доходит Евангелие на греческом. Возможно, оно было изначально на арамейском. Как вариант. Говорят текстологи. Но мы имеем его на греческом. На греческом есть определенные правила, есть определенные нормы. И в этом случае звучать будет совершенно иначе. Звучать будет следующим образом. Вот смотрите. Есть части речи такие, как глагол, а есть такие, как деепричастие. Кому-нибудь говори что-то. Есть глагол, а есть деепричастие. Школа. Вот хорошо. Вот глагол – это основное действие. А деепричастие что делают? Они обрамляют основное действие. Описывают. Деепричастие описывает основное действие. То есть оно делает действие каким-то более развернутым. То есть не просто так вас в школе мучили. Обычно, когда людям это не объясняют, они думают, что это такое вообще. Но когда, если правильно объяснять, то речь человека, она будет осознательной. Понимаете? В отсутствии понимания того, чем ты можешь пользоваться, у тебя, в лучшем случае, как у Элочки к доедке или у моего сына. Все, как бы, все, что движется, он называет тетей. Все, поезд, машина, все. Как вы видите? Блеск, шик. Журак, шик. Глаз. Здорово. А сейчас мы уходим совсем еще в более примитивный уровень. Чел. Это лот. Байл. Чел. Ага. Мы уходим в уровень эмэдзи. Картина. То есть человек даже не может описать. Он пишет СПС и там, ну. Я уже давно не верю в это всему. Ну да. В церковных чатах я даже это ничего не пишу. Когда-то. Тебе будет пусть какая-то. Вот. То есть примитивизация. Полный. Итак. Есть глагол, есть дейпричастие. Дейпричастие описывает основное действие. То есть делает его каким? Делает его более раскрытым. Получается следующее. Получается, что если мы посмотрим. Не буду вам, зачем, ну как, знаете, вводить греческие тексты. Просто поверьте мне. Вот. Вы можете проверить потом. Получается следующее. Что есть один глагол, который стоит в повелительном наклонении. В этом тексте. Один глагол, стоящий в повелительном наклонении. И звучит он по-русски. Будет очень сложно. Звучит по-русски, как обученичествуйте. Вот так. Обученичествуйте. В греческом языке есть, как минимум, три слова, которые будут относиться к процессу обучения. Это слово, вам знакомая, педагогика. Правильно? Это слово, дидактика. Это слово, а тут нет ни педагогики, ни дидактики. Здесь слово будет матэтос. Как? Матэтос. Матэтос. Это есть ученик. Матэтос, это есть ученик. Ученик. Именно не как продукт педагогики или дидактики. Дидаскалос. Есть слово дидаскалос, это учитель. Дидаскалос, это будет дидаскалия, это будет обучение. Разные оттенки активно поставлен на ученичестве. Обученичествуйте. То есть Иисус дает повеление делать учениками. Вот так он рассказывает. Основное повеление делать учениками. Моя задача сделать ученика в процессе моей жизнедеятельности, то есть давайте включать идеи причастия, идя, то есть да, когда я иду, ну двигаюсь, получается идя, что я там еще буду делать? Обучая и крестя. Вот тут есть у нас три слова, которые у нас перед, ну крестя, он стоит более-менее правильно. Вот уча, крестя, уча, вот. И вот это слово идите, вот оно, конечно, поставлено неверно. Неверно. Вот. То есть оно будет в лучшем случае, как, ну, идеально. То есть вот, когда вы будете двигаться, то вы двигаетесь ради главной цели. Ваша главная цель, это создавать учеников. Создавать учеников. Воспитывать ученика. Создавать ученика. Вкладываться в другого. Передавать ему. Вот это самое главное. Ученичество становится в христианстве не просто передачей знаний. Не просто то, что, как бы, я знаю, я вам передаю это на уровне интеллекта. Ученичество становится передачей духовного опыта. Опыт общения с Богом. Опыт общения с Богом. Иисус не хочет и не желал видеть много людей, новообращенных. Это не его было желание. Он никогда не проводил перепись. Сколько пришло на собрание. По стульям считают. У нас в зале можно посадить человек 250, говорят. Но приходит 70 вместе с детьми. Считают люди, да. Вот Иисусу, как бы, этот перечень, он не важен. Ему важно качество. Чтобы человек был подлинным, настоящим, посвященным, да, отражающим его в этом мире. Несущим его жизнь в этот мир. То есть человек, который станет светом, солью, человеком влиянием. Есть сейчас на этих, на просторах информационных, разные там люди, одни и те же. Ну, имена имена. Одни и те же, одни и те же. Влиятельные люди. Ну, конечно, и за ними кто-то стоит, безусловно. Ну, есть, там, не знаю, там, 2% или там, в мире, которые будут влиять на 90-й курс. Представляете, говорят, там, 2% в мире людей, которые влияют на 90-й курс. В церкви людей всегда будет немного, но достаточно хороших людей в церкви, чтобы они поменяли общество вокруг себя. Не количество, не количество, качество. Вот это слово ученичество, оно будет связано с качеством. Не важно, чтобы было много, но мы набираем в группу учиться. Нам приходит учиться, 45 человек в группу. 45, ну, допустим. Ну, я так скажу, что на выходе будет, в лучшем случае, 15. За годы, 4 года нужно будет пройти, это будет нормальная цифра, 15. Ну, зато какие это будут люди. Может, даже меньше. Но, опять-таки, при более стесненных обстоятельствах выше будет качество. Это тоже очень важный момент в христианстве. Чем более стесненные обстоятельства, тем повышается качество. Обстоятельство лучше, качество ниже. Это тенденции исторические. Как только церковь начинает лучше жить, она начинает хуже быть. Выдействовать хуже начинает. Она даже может много делать. Но она не является, по сути, тем, чем ее задумал Создатель. Итак, основное повеление Иисуса будет связано с ученичеством. Это понятно, да? Ученичество. И вот на этом мы и делаем акцент. То есть, моя задача оставить после себя хотя бы одного. Просто одного. Знаете, это будет завещение. Я уйду, но останется мой преемник. Тот, которому я смогу передать. Мы видим в библейской истории вот эту преемственность. На вскидку. Моисей, Иисус Налин. Или Елисей. Ну, и там можно найти, да? Вот эти вот моменты. Есть преемственность. Отец, сын. Пророк, пророк. Царь, царь. То есть, постоянно идет процесс преемственности, замещения. Должен кто-то быть. Как минимум, понимаете, один. Как минимум один. Но лучше, чтобы было больше после вас. Поэтому сказано, плодитесь и размножайтесь. Мы родили одного сына. Мы, нас двое. Мы умрем, он останется один. Мы в минус, пока работаем. Когда у нас будет двое детей, даст Бог. Мы будем в ноле. Понимаете? По нолям будем. Но если только будет трое у нас, то мы одного оставим после себя. Вот такая математика. Это и есть размножаться. А пока мы просто плодимся. Разницу уловили? Да. Ты можешь быть плодовитым, если ты хотя бы одного оставишь после себя. И ты размножишься, если останутся хотя бы уже двое. Двое, которые станут продолжателями твоего дела. И достигнут более высокого уровня. Все христианство, оно было связано с этим принципом. Если оставался преемник, который действительно, как Елисей, крутым он стал? Да. Соломон? Да. Там, конечно, есть варианты и провальные. Но есть и положительные. Самый положительный, это вот, допустим, там 11 учеников оставшихся. Да? Все-таки. Которые 100 апостолов. Один. И взял 12. Один отстыковался. Осталось 11. Потом добавился Павел, так скажем. Ну и там пошло умножение. Вот. Теперь посмотрим на следующие слова Иисуса, которые находятся в этом тексте. Он говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Что я повелел вам. О чем здесь он говорит? Он говорит о том, что слова эти будут относиться к повелению. То есть, исполнять это или не исполнять, это не является выбором человека. Это является моей обязанностью. Если я не исполняю свои обязанности, я выпадаю из каких отношений? Заветных. Заветные отношения, это отношения обязанностей и ответственности. То есть, есть какие-то права, есть обязанности, есть отношения. Бог их выстраивает с людьми. Он вводит в эту категорию завета и он ожидает. То есть, звучит повеление. Если я это повеление пропускаю мимо ушей, думаю, что это должен делать пастор, кто-то там еще лидер какой-то. Все. Рассчитывать на поддержку в заветных отношениях я не могу. Потому что я повеление не исполняю. Одно из ключевых базовых повелений. В моей жизни не появился ни один человек, которого я начал, что? Которого я начал в хорошем смысле прокачивать, созидать, взращивать. Которого я родил, которого я формирую, над которого совместно, скажем, с Богом происходит вот это влияние. Вот. Итак, церковь начинает как раз-таки расти в первом веке благодаря исполнению этого повеления. Со мной скажет, великое поручение. Бог поручил. Поручить я могу, допустим, прийти мне кофе. Это поручение. А есть повеление. Разница есть. Есть поручение, оно тоже, как бы, это серьезно, Бог поручил, да, но есть более, так скажем, акцентированное Божье послание, связанное с повелением. Он повелевает. Это закон. Повеление идет на уровне закона. Это так жить по закону. Люди говорят по благодати, хочу, не хочу. Благодать действует в определенном русле. Благодать это не как поляны, которые у вас сейчас затопят. Там, на въезде, в Самогон, где у вас затопают. Благодать действует по-русски, проистекает. И, беря пример церкви первой, мы читаем в книге Деяний, 2 глава, 42-й стихе. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и при ловлении хлеба и молитвах. Такой мы сделаем переход. То есть они слышат, они исполняют повеление, и происходит сразу же результат, эффект происходит. Они постоянно пребывают, написаны эти люди, которых они через проповедь привлекли ко Христу, они постоянно пребывают в учении апостолов. В общении и при ловлении хлеба и молитвах. Описывается жизнь в ранней церкви. Первое слово, которое нам здесь будет интересно, это постоянство. Они постоянно это делают. Они это делают постоянно. Ученичество это процесс постоянный. Это не просто, что я на конференцию приехал и все, и до следующей конференции получил заряд. Я должен каждый день находиться в заряженном состоянии, чтобы конференция состоялась. Понимаете? Вот чем больше заряженных людей, тем более эффективная конференция. Почему такие конференции, знаете, бывают как бы, ну они эффективные, конечно, но настолько как бы тоже, все же относительно. То есть чем больше заряженных людей, ежедневно заряженных, тем эффекта больше. Постоянство, признак мастерства. А человек, который находится в постоянном учении, в постоянном, скажем, в постоянном росте, в постоянном занятии, тем, что ему нравится, в том, что ему повелели, это будет высоко уже квалифицированный специалист. Компетентный специалист. Быть постоянным, это оставаться верой. Это не просто посещение формальное собрание. По воскресеньям, у меня есть такие отправные точки, в воскресенье, домашняя группа. Может быть иногда поездка куда-нибудь на служение, на выезд, в церковь, все вместе. Нет, это не так. Так в школу не ходят. В школу ходят ежедневно. Детей постоянно гоняют туда. Ученичество подразумевает под собою вот этот момент. Он будет длиться в течение всей жизни. То есть мы начали и мы учимся. И как я сказал в начале, я сам учусь. Слышу каждый раз что-то новое. Распорт, то есть я имею открытость какую-то, да, воспринимаю это, как губка стараюсь впитывать. Сказать, что я все знаю, это глупо. Я не знаю, вообще многого не знаю. И это нормально признаваться в незнании своем. Но я хочу узнать. Опять-таки, апостолы, о которых здесь идет речь, они были живыми свидетелями жизни Христа. Живыми свидетелями. То есть ученичество связано со свидетельством. Свидетель это тот, который прямо или косвенно принимал участие в каких-то событиях или был с какой-то личностью, был где-то рядом, там пересекался. То есть он может об этом рассказать не понаслышке. Свидетельство становится вот этим тараном, которым пробивают брешь в языческом мировоззрении и в иудаистическом подходе к Богу, апостолу. Они свидетельствуют. Иисус скажет в одеяниях в первой главе. Он скажет, вы будете свидетелями. Ученичество связано со свидетельством. Многие из вас появились вообще здесь, на конференции и вообще в церкви появились благодаря свидетельству. Вам было засвидетельствовано вера. То есть кто-то, да, есть кто-то скажет, я там знак какой-то получил, что-то там прочитал, Библия в руки попала. Но это все, знаете, как проталины. Снега еще много проталина появилось, но снег сошел полностью спустя время. То есть вот когда приходит свидетельство, вот тогда приходит и полное озарение человека. То есть сила свидетельства, она до сих пор не изучена. Это загадочная сила, вот так скажем, свидетельство. Поэтому о свидетельстве будет много писать. Будет много писать Иоанн в своем Евангелии. У него очень часто будет это слово встречаться. Он о Христе будет говорить как о свидетеле. Он, Христос, будет говорить, я свидетельствую вам об Отце. Я свидетельствую о свете. Я свидетельствую об истине. То есть он о себе говорит, что он свидетель. И люди вокруг него тоже становятся свидетелями. То есть соучастниками его жизни. Ученичество – это соучастие в жизни Бога. Ученичество – это соучастие в жизни Бога. В Евангелии от Марка будут такие слова. И поставил из них 12. И дальше идет ключевая фраза. Чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. То есть первая задача для апостолов – это быть с ним. А потом вторично – идти и проповедовать. Если я не с ним, я могу о Боге рассказать. Сегодня очень много людей, которые не с ним, но рассказывают о нем. Понимаете? В результате, в истории появляется целое направление. Либеральное богословие, в котором не верят в чудеса. Благодухтовенность Библии. Бога воспринимают как абстракцию, просто идею. Все. Это открытые двери к атеизму. Они не с ним. Избираются 12, чтобы с ним были. С кем ты? С кем ты двигаешься по жизни? С человеком? От человека тогда и рассчитывай получить. Что? Поддержку, укрепление, все. С людьми двигаешься по-людски, значит, как бы с тобой и не будут. Люди разные бывают. Но если с ним ты двигаешься, то тогда власть, которая у него, она будет распространяться на твою жизнь. И ты можешь воспользоваться этой властью. Ты можешь обратиться к этой власти, прийти, тебя выслушивают. Не отложат в дальний ящик твое дело. И поставил на этих 12, чтобы с ним были. Вот первая их задача просто быть с ним. Мы начинаем свое ученичество с тем, что мы со Христом встречаемся и максимально стараемся время проводить с ним. Время проводить с ним. Сейчас это несложно, потому что есть личность Духа Святого, которая создает эффект присутствия. Вот как сейчас там 3D, 4D, 5D. Да, вот есть разный эффект присутствия. Вот сейчас Дух Святой, он давно уже, давно еще до этого. Вот, вышел, был на этот уровень контакта. И создает эффект присутствия Христа. То есть человек пережил сверхъестественного Бога и имеет полное право либо остаться в этом присутствии, в трепете, либо нет. Но Дух Святой будет совершать внутри это действие. Если я с ним. Ученики были постоянно с ним, они видели его, слышали его учения, наблюдали за его жизнью, впитывали это в себя. И в результате они были посланы. Уже мы видим как послание, а не как посланничество, как повеление. То есть они могут привести ту жизнь, в которой они принимают участие, привести туда, куда они идут. В результате мы видим, что людей на первых этапах роста церкви привлекает, знаете что, привлекает новая община, которая может показать Бога. Бога не видел никто никогда. Так а ты и любовь не видел. Оптически. Ты не видел любовь? Почему? Потому что если я попрошу вас нарисовать любовь, я такие эксперименты делал. Ну, вы в лучшем случае привяжете любовь к чему? К символу, во-первых, вы привяжете. Нарисуйте мне сердечко, крестик нарисуйте. Вот. Вы привяжете любовь к миру людей. Вот так. Любовь сама по себе, как абстрактная категория, воспринимается в любви тяжело. Им нужно любовь, что сделать? Воплотить. Облечь ее. Облечь ее в конкретный образ, в действия, в функционал. И когда человек приходит в собрание в первом веке, он видит, как люди относятся друг к другу, он видит любовь, и ему хочется остаться где? В этой общине. Он хочет остаться, если он это видит и это переживает. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. А тот, кто не любит, не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Вот так. Поэтому увидевший любовь, увидит Бога. А если ты не увидел любовь и не пережил, то и Бога нет. И задача апостолов была передать не просто интеллектуальные какие-то, понимаете, открытия. Не просто набор сведений по параграфам разложить. А их задача была людей погрузить в Бога, который есть любовь. И апостол Иоанн, как один из свидетелей, ключевых свидетелей, в первом своем послании напишет такой текст. Наше общение с отцом и сыном. И я хочу, он скажет, чтобы и ваше общение было таким же с нами. Почему? Потому что мы в нем. Попадая в радиус поражения этого человека, ты попадаешь в атмосферу любви. Он приносит с собой любовь. Иоанна пожилого выносили, сажали на стуле в собрание. Единственное, уже он там на финише своих лет, что он мог сказать. Дети, любите друг друга. Люди переживали присутствие Бога. Проповедь была короткой, ну емкой. А он приносил с собой то, чем владел. Он сам в этой любви жил и двигался. Он говорит, чтобы радость ваша была совершенна. Люди приходят, необразованные люди. Люди, которые даже не могли ни считать, ни писать. Хотя и были образованные, но разные были люди. Люди, попадая в собрание, они хотели там остаться. Почему? Потому что они мистически переживали что-то, до этого им незнакомое. Здесь есть любовь. Царит любовь. Здесь есть Бог, который проявляется в многоразличной благодати. Многоразличной. И поэтому учение было простым, несложным, но оно работало. Людей сейчас интересует то, что работает. Если это не работает в моей жизни, зачем я буду тратить на это время? В принципе, так люди всегда и были. И не забывайте, что первые христиане – это евреи. А если вы такой угли, то что вы такой бедный? Вот и все. А вам самому-то это помогает? Вот то, о чем вы говорите. Хорошего. Да. Вы сами на это верите. Хорошего. А зачем тогда вы мне это, грубо говоря, пропихиваете? Зачем вы пытаетесь меня привлечь к тому, что для вас, для самого, является в области теории, гипотезы. А жизнь ваша, ну вот она такая. Поэтому хочется, чтобы это работало. Так вот, то, чем мы учили апостолы, как ученики, это работало. То есть они это переживали. Они просто делились этим бесплатно. Так они обладали Богом, как, если можно выразиться, Который есть Любовь, потому что Любовь излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Бог пришел в наши сердца. Любовь пришла в наши сердца. Пришел новый уровень взаимоотношений между людьми. И в этом хотелось двигаться, расти. Тут не было сложных формулировок, терминов, тезисов каких-то. Не надо было списывать, лукавить, покупать рефераты. Жизнь будет ставить экзамены, и будет хотеться их сдать. Сама жизнь их экзаменовала. И они либо урок учили и знали, как это сделать, либо нет. Итак, сегодня мы живем в век информационных технологий. Информации столько, что от нее нужно себя ограждать. Гигиена информационная должна быть. Сегодня информации никого не удивить. Огромное количество информации вливается в человека. Скорее, как бы, это человеку мешает, чем это его развивает. Ученичество связано не с процессом информирования, а с процессом формирования. Рядом, но не совсем разное. Еще раз. Ученичество будет связано не с процессом информирования, а с процессом формирования. Библия не информирует тебя. Библия тебя формирует. Если ты хочешь из Библии извлечь информацию, это не поменяет твою жизнь. Поэтому вы многие знаете людей, которые Библию знают, а жизни их наполнены болью, трагедиями, несвободой, проблемами. Почему? А знание, оно приводит к чему? К надменности приводит, к отдалению от Бога, к чему? Многие познания умножают скорбь. Вот так. Это все мы знаем. Но формирует ли меня Библия? Вот в чем вопрос. Формирует ли меня ученичество? Диагностирует ли меня этот текст? Или я просто начинаю раскладывать его, делая различные разборы естественного рода, так скажем, методики по разбору священного писания. И люди разбираются, и люди сводят концы с концами, и люди делают различные контексты исторические, культурные. А смысл? Смысл? Когда его жизнь наполнена тревогой, страхом, раздражением, надменностью, тщеславием, амбициями. Смысл? Когда он не преображается. Когда преображающая силы Евангелия не цепляет его. Он закрыт для нее. И Библия это просто оказывается чем? Историческим документом, который я изучаю, чтобы, может быть, и бравировать перед теми, с кем я буду в собрании. Просто показывать свою осведомленность. Цитировать ее. Вступать в дебаты, в дискуссии. Писать в фейсбуке христианам, а вот вы знаете, а вы то-то, а вы то-то, а то-то. А люди, которые отформатированы писанием, они даже не будут ничего писать. Понимаете? Во многих ситуациях человек, который отформатирован писанием, он даже не будет выходить вообще в эту сферу. Не будет. Это не значит, что он будет там сидеть дома, прятаться. Да у него есть. Ну, знаете, как говорится, как у меня спрашивают, а вы вот это читали, а вот это смотрели, я говорю, а мне просто некогда. Мне это не важно, а это не нужно. И вы думаете, я не знаю, чем мне заняться каждый день. Знаю. Все. И вот то, чем я занимаюсь, я понимаю, я ничего не потерял за эти годы. Ничего. Ну, вот так вот скажем. Того, что, ну, как бы, вот занимаюсь, есть. Определенная от Бога ответственность, которую я стараюсь исполнять. Сегодня люди гонятся за информацией. Самое главное в мире это владеть информацией. С этим подходом, знаете, люди приближаются к чему? И к писанию. Получить оттуда что? Или на конференции что? Информацию. Слово положить. Чтобы потом им что этим словом? Да. Вот. Пытаться как-то свою, ну, ладно. Но если я получаю, то я прежде всего должен внутри себя произвести вот этот процесс апгрейда, преобразования. Я поменяться должен. Я должен войти в одном состоянии на конференцию, а выйти в другом, если я слово получил. То тогда это действительно будет. Вот скажет человек, я был в начале года на конференции в Самаре. Осенью, скажет. Моя жизнь после этого поменялась. Моя жизнь поменялась. Я поменялась. Моя жизнь поменялась. Мои отношения поменялись. И я продолжаю меняться. Я Библию начинаю изучать, вникать в нее. Почему? А потому что она меня форматирует, указывая мои слабые стороны и демонстрируя мне мои цели, демонстрируя мне вектор, к чему я должен двигаться. Возвращаясь к словам Иисуса, мы коснемся вот этого слова «соблюдать все». Учая их соблюдать все. Все, что я повелел. Все. Очень елкое слово. Соблюдать все, что я повелел. Вот проблема христианства сегодня заключается в эклектичном подходе к Писанию и к вере. Я переведу сейчас. К фрагментарному. Понимаете? Отношение фрагментарное. Понятие «скриповое мышление». То есть ты смотришь ленту, и когда написано «Еще», ты даже не нажимаешь. Почему? Там пойдет текст большой. Не надо. Мне вот тут только вот надо. Мне жена говорит, тебе, чтобы делать посты в Инстаграме, тебе надо и учиться говорить по-инстаграмски. А для меня это как буратино. Короткие мысли. Мама, мыло, рама. Рама, мыло, мама. Все. Очень примитивно. Идет процесс примитивизации. Человек разучивается выражать свои мысли развернуто. Все надо, чтобы было кратко, по существу, не размыто, да? Вот. Как в Википедии. Вся жизнь, все знания – это сквозная Википедия. Понемногу ни о чем. Обо всем. Там понемногу обо всем в результате ни о чем. Или, как бы говорят, по верхушкам, да? Имена слышат, названия, но никакой ориентации глубоко в предмете не может. Аналитических способностей нет. Проглотим все, что ему подадут. Люди вот так сегодня живут. Мышление такое. Все по чуть-чуть и все очень быстро. Все написано, что я поверил вам. То есть не фрагментами. А значит, должно быть полноевангельское ученичество. Полноевангельское. То есть от А до Я. От А до Я. Хотите эксперимент? Вы можете мне процитировать наизусть Иоанна 3,16. Поаплодируйте, кто знает. Хорошо, молодцы. Ножди поаплодируйте. На Иоанна 3,36. Вы знаете Иоанна 3,36? Знаете, почему? Знаете, почему вы не знаете Иоанна 3,36? Потому что Иоанна 3,36, он не такой приятный стих. Это в одной главе. В одной главе. Рядом. Вместе. Вот там написано. А те, кто не веруют в Сына Божьего, не увидят в жизни вечной. И гнев Божий пребывает на нем. Понимаете? Это рядом все. Но люди так хотят, чтобы было просто Иоанна 3,16 только в жизни. Только то, чтобы Бог меня возлюбил. Ради меня отдал. Ко мне пришел. Я, мне, мое, дай, купи, подари. Постоянно с протянутой рукой. Постоянно в любви Божьей. Но есть 3,36. Есть текст, который предупреждает, что происходит с людьми, которые отвергли то, что предлагает Бог. Это не нейтралитет. Это не просто где-то ты завис в своей реальности. Это гнев Божий. Вот так. Пребывает на нем. Вот такой эксперимент. Поэтому все, что я повелел. Евангелие должно быть полным. Библейское учение, оно многогранное. В Библии написано, что нельзя убивать. Есть такой текст. А также написано, что надо убивать. Так надо убивать или не надо? Можно или нельзя? Весь заповедь скажут, не убей. Хорошо. Получают закон, одна из заповедей, не убей. Потом чуть дальше мы читаем. Человек просто хотел попить чай. Набрал в субботу дров. Скипетил чайник. Камнем по голове за это. Возьмите камни и наложите кучу. Убейте человека. Так можно людей убивать? Или можно? А тот, кто убьет, того кровь должна пролиться. Бог говорит, море, после потопа. Понимаете? Только грани. Если только с одной грани подходить, это примеры просто подходить, то это будет либо пацифизм, мягкотелый и бездейки. А с другой стороны будет агрессия. Святая война. Крестовый поход. А как баланс найти? Надо учиться. Вот так. Иисус говорит, надо учиться. Когда будешь учиться, ты будешь поступать по-взрослому. А поступать по-взрослому, это значит брать на себя ответственность. В рамках откровения, которое ты имеешь. Вот отсюда. Не просто, что ты как бы там получил. Отсюда. Есть. Все написано. Надо ориентироваться. Надо вникать. Надо анализировать. Пуча соблюдать их. Все. Вот этот момент. Видите? Все. То есть ученичество подразумевает под собою комплекс. То есть я беру комплекс весь. Я не могу просто сказать, я вот это буду, а это не буду. Я буду о благодати учить, о Божьей любви, о прощении, о принятии. Это очень всего не любят. О грехе не любят. О борьбе со спростями не любят. Об ответственности, об обязанности не любят. О повелениях, о своей ничтожности не любят слышать. Любят, чтобы приятное было только человеку. Как только становится неприятно, люди покидают собрание и Бог. Апостол Павел первый раз, когда он встречается с Иисусом под огородом Дамаск, произносят такие слова. «Что повелишь мне делать?» Деяние 9.6. Деяние 9.6. «Что повелишь мне делать?» Чтобы речь не будет. То есть впервые, как только он встречается с Иисусом, у него вопрос не «когда будет восхищена церковь». У него вопрос «никто стоит за масокской ложей». У него вопрос «когда будет восхищена церковь». «Когда вопросов можно Богу задать?» А вопрос у него адекватный, который и будет являться связующим между Богом во Христе и Павлом. «Что повелишь мне делать?» Все. То есть он был настроен на то, что ему придется теперь свою жизнь радикально изменить. И теперь уже он, а потом он уже скажет, уже не я живу, но живет во мне Христос. Оттого, что Павел будет исполнять его повеление. Все хотят, чтобы в них жил Христос, а повеление Христа мы не исполняем. В Павле стал жить Христос только потому, что Павел исполнял повеление. Если я повеление буду исполнять, то есть я буду послушным, если я буду человеком внимательным и ответственным, то, возможно, во мне люди увидят Христа. И что слышал от меня при многих свидетелях, напишет это он уже на финише своей жизни, Тимофеев. То передай верным людям. Второе Тимофею 2.2. То передай верным людям, которые были бы способны и других научить. В результате мы видим, есть вот эта преемственность, о которой мы говорили с вами сегодня. Преемственность из четырех поколений. Есть Павел, есть Тимофей, есть Верный и есть другие. Как минимум уже четыре поколения Павел захватывает своим влиянием. То есть настолько его жизнь была влиятельна, что люди, которые не видели его лично, испытали на себе его действия Павла. Его богословия, его веры, его хождение с Богом. Есть Тимофей, как его учили, есть Верные люди и другие люди будут, уверовавшие по слову их. Если нету этого процесса преемственности, то умирает Павел, умирает вместе с ним и все остальное. И даже если он будет послушен и верен Христу, то не исполняя вот это повеление, поручение это не исполняя, не обучивая людей, не создавая учеников, он забыт. Многие люди, хорошие люди в христианстве, люди отмеченные Богом, люди действительно светлыми, которых можно назвать, но люди, которые остались, к сожалению, в прошлом. Все, остались в прошлом. Важно, чтобы после нас кто-то остался. Важно после нас, чтобы как можно больше поколений приняло бы то, что мы пережили. Цель ученичества будет достижение уровня учителя. Достижение уровня учителя. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Никакой учитель не может рассчитывать, не может рассчитывать на рост ученика, если сам не растет. В результате у нас возникает проблема отцов и детей. Мы знаем, как людей привезти в церковь, в репцентр, но мы не знаем, что с ними потом делать. Мы их оставляем на самотек. Или приводим их к пастору. Понимаете? Просто как вот дети котенка нашли и принесли родителя. Кто будет больше разаботиться? И родители-то не от того, что им, знаете, как бы, они там такие ненавидчивые живодеры. Да просто, ну, некогда. Ну, реально некогда. Вас трое, да, еще бы привезли эту собаку, вот, и она вам на выходные только, а потом вы, ну, сами рассыпаетесь там в горох по школам и все. А кто будет с этой собакой? Все. Но, как бы, и вот такое вот детство есть в христианстве. То есть мы приводим человека и оставляем его на своем уровне. Что происходит? Человек быстро может вырасти до нашего уровня, и ему становится с нами неинтересно. Это проблема отцов и детей. Когда отцы не хотят, а детям уже неинтересно. Отцы не хотят расти, а детям уже неинтересно со своими отцами. Вспомните свои родители. Вспомните. Почему вы дома не оставались? Они вас не понимали. Да они не хотели понимать. Потому что для этого нужно было делать усилия. Для этого нужно было находиться в гибком состоянии. В гибком. То есть для этого нужно было анализировать нынешний век. Понимать происходящие тенденции. Вникать в проблемы молодежи. Понимаете? Чтобы ребенок стал твоим другом. Тогда с друзьями будет интересно. Мне надо пускаться на его уровень и подтягивать его потом на свой. Вот это ученичество. Отцы и дети. Проблема. И в семьях, и в церкви. В результате у нас есть пастор, который выполняет горизонтальную всю деятельность. Ему некогда двигаться. Все. На его уровне есть основная масса людей и есть ютуб. который становится чем фастфудом. Типа чипсов, кока-колы и шоколада, в котором только жир и сахар. Вот так. Вот люди открывают этот ютуб и оттуда им заливают все, что хотят. У них нет избирательности, нет фильтров. И происходит конфликт. Но у них есть потребности. У них есть духовный голод, жажда. Они хотят. А тот уже дал все, что есть. У него он уже, грубо говоря, вот... Я вот езжу, слушаю, бывает, знаете, там, людей проповедующих. Я, например, полгода назад был, он эти истории рассказывал. Я приехал через пол, опять те же самые. Я уже могу сказать. Я эту историю три раза слышал. Бывает даже. У человека там, вот оно раз, раз, а вот я, когда... И вот у меня была вот-вот. Ну, три раз там, опять эта история. Вот это одна у него история, она может быть там новая. Конечно, он может там переживал что-то там, но у него нету нового. Это классная история. Ее можно повторить там спустя пять лет где-то. Но если она реально повторяется из проповеди в проповедь, то там реально уже просто хочется сказать, да ну... А есть что-нибудь другое, кроме перловки? Я могу перловкой набить брюхо, но хочется как бы соус какой-нибудь, как-то блюдо какое-то. Ну, пускай это будет новый вкус старых блюд. Но ты будешь хотя бы в этом расти. Людям будет с нами интересно. С Иисусом было интересно. Хотя, в общем-то, если говорить, так скажем, по-богословски, многие его истины, они имеют корень в Ветхом Завете. Он просто их, как бы, знаете, как... Он их очищал и он их, ну, как... Подавал, так скажем, вот он их раскрыл. Преподносил. Вот, пожалуйста. Вот, такой думаешь, вот это да. А ты с чего приготовили? Так это вот, ну, было. Да, так вкусно. Вот, действительно. То есть процесс ученичества, это постоянный и рост, и подтягивание человека на свой уровень. И у Луки будет написано. Но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Будет всякий, как учитель его, усовершенствовавшись. То есть, кем ты хочешь быть? Постоянно с ребенком, которому два с половиной года. Вот я уже не хочу, чтобы... Вот уже хочется, чтобы он перешагнул, там, рубеж уже, там, трех, там, ну, когда он начал говорить. Потом хочется рубеж, когда он будет, там, ну, там, пять лет. То есть, как бы, хочется какого-то роста, да? В каждом возрасте есть свои прелести. Им надо готовиться к каждому возрасту. Усовершенствование, взросление. Ученичество будет связано с тем, что ты видишь. В человеке проявляется сознательность, взросленность, ответственность. И чем ты дальше двигаешься в Боге, тем более сознательные люди вокруг тебя. А можно окружить себя, извините, за выражение идиотами. На фоне идиотов ты всегда будешь блистать. Поэтому лучше быть первым человеком в деревне, чем вторым в Риме. Есть такая пословица. А зачем мне людей, грубо говоря, посылать куда-то учиться и где-то прокачивать их, когда они сидят, ну, слушают меня, а я, ну, там, фантазирую, фонтанирую, и, ну, нормально, двигаемся. Вот. Вот так вот. Так а какие это люди? Это ответственность колоссальная. Это не связано не только с тем, кто здесь стоит, но и с каждым. Понимаете? Это место, оно не является ключевым. Ключевым является то место, на котором ты находишься в жизни. Если в жизни люди вокруг тебя видят, что ты, как им был полгода назад, таким и остался, с одной стороны, постоянство, это классно. Но если постоянно находиться в стагнации, то это проблема. Невозможно учить других тому, чему мы с нами не знаем. Невозможно вести других туда, куда мы сами не знаем. Слепой приведет другого в яму. Не можем повести людей дальше. Мы проходим только те маршруты, которые мы уже изучили. Исайя, 50-я глава, с 4 по 5 стих. Исайя, 50-я глава, с 4 по 5 стих. Почему я взял этот текст? Это текст, который относится к песням о рабе. У Исайи есть 4 отрывка, которые называются песней о рабе. Раб Ехве, грядущий Иисия. Ну, про Иисуса, так скажем, на таком уровне, да бытовом. Это песни про того, кто должен прийти. 50-я глава написана, смотрите, от первого лица. Господь Бог дал мне язык мудрых. Это раб Ехве говорит. Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Но самый Иисус, это ученик. Кто-то скажет, он Бог, да, он человек. Как человек он находится, будет написано, в возрастании, при мудрости и в любви у Бога и у людей. Ему нужно было стать настоящим человеком. Он был полноценным Богом, а человеком он стал человеком. И становление его проходило на всех уровнях. Интеллектуальном, эмоциональном, духовном, межличностном. Он возрастал. Через то? Через ученичество. И вот тут написан красота текст, который мы преломляем через мессианское исключение от Христа. Он скажет, я слушаю, я внимательный, я весь настроен на слух, чтобы я слушал подобно учащимся. Подлинное ученичество, это будет практическая жизнь Христа. Люди будут видеть, что он имеет контакт. Контакт этот будет связан с его образом жизни. И потом они подойдут к нему, все поголовно верующие скажут, научи нас молиться. Понимаете? То есть захочется молиться так, как молится он. Вот к мне так никто никогда не подходил. Это тоже для меня, понимаете, как бы вызов. Никто не говорил мне, что научи нас молиться так, как молишься ты. Вот. Кто-то, если, допустим, понимаете, достигает какого-то уровня, то хочется научиться у него. Говорит, научи меня так же. Вот. Держать себя в руках. Любить свою жену. Быть честным в работе. Научи меня так же относиться к трудностям. Научи меня правильно распоряжаться финансами, временем. Научи, я хочу быть таким, как ты. Павел скажет, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Христа мы не видим физически. Мы людей видим, которые во Христе. И если они во Христе, ученичество будет связано с постоянным пребыванием во Христе. Если я во Христе, людей привлекает внимание. Они хотят быть так же в Боге, как они видят пример. Так, понимаете, живой пример увлекает сердце. А интеллектуальное обогащение, оно дает какое-то, как ты почитал что-нибудь. О, классно. Ну, это вечер. А завтра тебе нужно опять читать. Но когда ты видишь ежедневно этот пример, он тебя увлекает и тебя притягивает. Поэтому ученичество не просто чтение книги. Ученичество это еще и действие благодати. Последнее, о чем мы поговорим, и уже я буду закругляться. Это послание Титу, вторая глава. С 11 по 12 стих. С одной стороны, это усилие человека. С другой стороны, это и Божье благоволение. То есть, Бог благоволит к этому. К чему? К ученичеству. Он видит мотив, желание. Он видит человеческую настроенность. То есть, человек настроен. Он внутренне хочет. И Бог будет его проводить через это. И как раз в Божьем это участие описано словом «благодать». Вот в этом благодать Божья. Написано «явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Жили в нынешнем веке. Когда воскрестили, воскрестили в годном крещении. Да? Может, еще не всех, но крестили. Вы сказали о том, что Иисус ваш и Спаситель. Да? Или наоборот, Спаситель и Господь. Здесь идет речь как раз таки о том, что как Спаситель, Он нужен людям первично. Первично. Людям нужно спасение. Сейчас, в политической обстановке. Когда они болеют, когда проблемы с детьми, на работе, Бог нужен как Спаситель. И Он приходит как Спаситель. И Он спасает человека. Но господствовать, Он не может, или скажем так, ну, если так можно выразиться, Он не желает господствовать без добровольного согласия и отклика человека. Поэтому Спасителем Он остается в жизни многим, а Господом уединиться. Понимаете? Хотя и говорят в обмен крещения. Ты исповедуешь Христа, да? Специально говорят, своим Господом и Спасителем. То есть, меняя акценты. Потому что мы крестим спасенных людей. Слышите? Мы крестим уже людей спасенных, которые Бога уже пережили. И которые через вот этот свой видимый акт заявляют о Его господстве в своей жизни. Если это по-честному. А может, это просто будет розыгрыш. Ну, инсценировка. Как дети. Песочницы, дочки матери. Также многие к священию подходят. Так вот, благодать, смотрите, она спасительная для всех человеков. А потом она какая? Она научающая. Чтобы господство Христа было в твоей жизни добровольным и действием, действием тебе нужно научиться. То есть, опять процесс научения. Тебе надо научиться принимать его в свою жизнь. Принимать кого? Как господина жизни. Научиться. Благодать будет учить. Действие благодати, это не просто решение проблем. Это не... Как МЧС. Раз загорелось, затопило, все, звони быстрее, экстренные службы. И Богу побежать быстро там, побежали, все, помолитесь, пожалуйста, помолитесь, вам нужно это все. Посмотрите, о чем люди молятся в церквях. Это сплошное, как бы, ну, потребительство. Утерритаризм. Христианство. То есть, Бога, как бы, в одно на дно, такое, это язычество натуральное. То есть, там нету, как бы, взрослости, нету духовного видоизменения. Не научающих, он так не научился человеку. То есть, не принял действие благодати, как научение. Но благодать учит, она направлена на это. И дальше тут написано будет, что она учит. Благодать научит человека, ну, смотрите, как мне нужно научить своего сына говорить, буквально там, мама, мыла раму, рама, мыла мама. Благодать на этом уровне каждого должна научить говорить нет и да. Все несложно. Благодать научит тебя. Если ты того хочешь, говорить нет, чему? Тут написано, говорить нет, нечестим и мирским. Надо уметь отказывать. Научился отказывать? Нет. Вот и все. Ученик это тот, который будет научен отказать. Кому прежде всего? Самому себе отказать. Благодать научила меня говорить нет. Мое нет твердое. Безжалостное по отношению к самому себе. Я других люблю. Я себя, ну, не жалею в хорошем смысле. Не сожалею о себе. Научился говорить нет. С другой стороны, благодать утвердит меня. Я научусь говорить да. Да. Через не просто исповедание. Через целомудренное, праведное, благочестивое житие. Вот так. То есть, благодать научит меня явить в этом мире что-то альтернативное. И последняя фраза будет, связанная с нынешним веком. Павел писал это сообщение, я хотел сказать. Павел писал это сообщение в каком веке? В первом. Для Павла нынешний век какой? Первый. Особенности первого века Павел знал? Знал. Вот чтобы ученичество было наше результативное, мы должны знать особенности времени, в котором мы живем. Потому что нынешний век для нас двадцать первый, а не первый. Если я просто, знаете, как люди, а что же там на самом деле сказал Павел? И пытаются все только узнать о первом веке. А двадцать первый для них это просто темный лес. Ты должен ориентироваться в двадцать первом веке. Потому что целомудренно, праведно и благочестиво тебе жить нужно. В каком веке? В двадцать первом. В двадцать первом. Много того, чего нет в первом веке. Но благодать, она одна и та же. Она одна и та же, да. Она научит говорить нет и да. Вне зависимости от смены времен, политических режимов. Вне зависимости от наличия людей вокруг тебя. Они будут рождаться и умирать. Технологии. Технологии и все остальное. Это все будет связано с изменчивостью и непостоянством мира. Но в этом во всем будет и Бог будет являть свою стабильность. Аминь. 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 Аминь.